добрый день коллеги ну технической части было достаточно я решил в общем перейти уже таким вещам вещам об архитектуре сетей на основе роут роз зовут меня житков виталий я действующий с ес е плюс консертифайт секьюрити инженер плац индивидуальный предприниматель занимаюсь построением и сопровождением информационных сетей защищенного исполнения как индивидуальный предприниматель занимаюсь 2012 года славу рынок большой работы хватает очень хорошее соотношение цена-качество и мамам малый и средний бизнес используют все больше и больше оборудование с роут роз на борту поговорим что такое информационная система как ее используют какие решения возможны с помощью роут роз но это классическое определение информационной системы это взаимосвязанная совокупность средств методов персонала используемых для хранения обработки выдачи данных к сожалению вот во все этом определении самое узкое место это люди это персонал это человеческий фактор ввиду того что но у всех разный уровень образованности разный уровень культуры но это есть от этого никуда не деться поэтому есть технический персонал который старается чтобы все работало и чтобы ничего не ломалось и чтобы никто никуда ничего не смог отдать передать и есть обычные пользователи которые зачастую не думают о том какие будут последствия тех или иных действий на слайде показано что может быть под определением информации это файловые структуры базы данных средства коллективной работы то есть это в общем то потенциальные каналы утечки любые информации которые представляет интерес для конкурентов для недобросовестных каких-то людей но на все это должно накладываться некий шаблон это классический саблон информация должна быть доступна доступ к ней должен быть непрерывен и доступ должен быть безопасен архитектуры информационных систем но она может быть локально это всегда было в самом начале зарождения то есть ну у нас есть офис мы хотим чтобы все работало в офисе мы купили какое-то оборудование мы разместили там какие-то информационные ресурсы свои и наши сотрудники с ними работают эта привычка осталась и сейчас бизнес говорит что господа мы не хотим никуда не переезжайте никакой ажур никакой амазон и вообще никакого облачного проведера мы не любим потому что это не наша зона ответственности мы не знаем что там будет мы не знаем куда утекут данные и вообще будет ли это удобно или нет поэтому мы не хотим менять одно на другое есть гибридная схема когда уже бизнес уже почти как-то созрел он понимает что для того чтобы обеспечить способность системы ему необходимо решить кучу задач но задачи по резервирование каналов связи для того чтобы эти данные были доступны в конце концов для клиентов для сотрудников резервирование систем электропитания вот как ни странно в центре москвы на тоже с рейтинге очень часто в бизнес-центрах пропадает электропитание и собственно говорит а и вот ну вот так и делать ничего не буду зачастую оборудование выходит из строя или скачок напряжения или пропажа электропитания ну хорошо есть бэкап бэкап спасает и облачное когда все основные сервисы бизнес-критикал сервис уходит куда-то жить в амазон в ажур в океан куда угодно да в офисе ничего не остается но есть такая байка когда в российской офисы бем пришли органы и сказали ребята мы замываем у вас сервера нам нужен для проверки они сказали пожалуйста вот калифорнию как так может сотрудники работают да но они работают удаленно у нас здесь нет ничего мы изымаем тогда рабочие станции сотрудников но это вам с ними решать вопрос почему потому что это их личные рабочие станции это не собственность компания ну проверяющие органы уж и ни с чем в конечном итоге идем дальше ну на слайде показано что такое локальная информационная система все в одном загорелся офис все пропало хорошо если где-то есть на стороне бэкап если бэкапа не знаешь пропала все ли гибридная часть часть части у облачного провайдера живет ну здесь если что-то случилось в офисе бизнес будет как-то функционировать продолжать работать может не так хорошо как было раньше когда был офис но он будет жить и облачное когда бизнес говорит что уважаемые сотрудники вы можете вообще на работу не выходить вот вам kpi выполните вы все вам будет начисляться зарплата будет все хорошо бизнес не арендует помещение он не платит за помещение это экономия прямая он не платит специалистам которым необходимо платить для обслуживания информационных систем находящиеся в локальном офисе и он отпускает сотрудников по сути дела долгосрочные каникулы если только необходимо где-то встречается там каворкинги или еще где-то с ними и сотрудникам хорошо и бизнесу хорошо главный результат кстати у меня есть партнера благотека она принципе работает так что из всех там какого-то количество сотрудников в офисе находится только один бухгалтер все остальные или сочи или в краснодаре или в новороссийске но при этом работает компания и в общем то все нормально функционирует локации которые используются в информационной системе дата-центр но где-то у кого-то он есть у кого-то нет но он все равно используется потому что в общем то каналы связи идут через м9 через м5 там через м1 так что дата-центр в любом случае используется он есть офисная сеть но с этим все понятно да все находится в офисе там или какое-то оборудование и рабочие станции рабочие места домашняя сеть сотрудник заболел ему необходим удаленный доступ потому что там горит контракт на 2 миллиона долларов ну нужно получить доступ к информационной системе ему компания этот доступ предоставляет домашней сети все таки это не сеть компании поэтому нужно защищать рабочее место с которого сотрудник получает туда доступ это уже прерогатива компании обеспечить безопасность рабочего места и сети общего пользуйте мт фри кафе гостиничные сети ход споты общественные публичные все что угодно там где можно небезопасно что то получить то есть это начиная троянов и заканчивая снифтингов пакетом потому что какой уровень людей которые проектировали и вводили в строй этот ход спот но зачастую на коленке собраны здесь тоже уже прерогатива компании обеспечить безопасного подключения обычно это реализуется посредством там и соцелепи пенов и прочее защита ну это классическая форма защиты от межсетевой экран и vpn подключения ну хорошо когда это vpn подключение возможно когда она невозможна ну наверное там скажут многие ну публикации портов на рдп это совсем неправильно есть для этого способы когда через веб-браузер можно получить доступ к ресурсам информационной системы по сути дела по защищенному каналу даже из публичного места это называется с селепи пен микротики он к сожалению пока не реализован но мы надеемся что он когда-нибудь появится и у них такая штука есть у джуни первая такая есть штука у чекпоинта человек открывает просто браузер набивает и в ки-ден получает окно авторизации заходит получает портала с сссс соединения защищенные и уже проваливается дальше это типы пена но по сути дела здесь просто скрин со старой версии роутер ос ну здесь видно какие типы и пена продающим плохо но экран большой на презентацию это видно там можно прочесть какие виды веби пенов поддерживается как клиента и серверная часть на работа трост там через слайд будет перечисления это беспеецкая краски экран р п все это им ти bless ну а вот по сути дела обещанная слайд он поддерживает импеть и лсб пп ппп по и ю дву тех и OpenVPN, GRE, EIP, IP, IP, IPHEC. У всех есть свои плюсы, свои минусы. Где-то медленно работает, где-то не поддерживается сжатие, где-то сложно в настройке. Но они есть, и это здорово. Хотелось бы больше. Но виды VPN-соединения – это client-to-site, когда человек, удаленный сотрудник, подключается к информационной системе, и сайт-to-site, когда объединяется одна, две или более сетей друг к другу. Это client-to-site, когда удаленные клиенты подключаются. Это сайт-to-site, когда объединяется несколько сетей между собой. Теперь основная презентация. Реальные примеры из реальной жизни, из моей практики, которые приходилось реализовывать с помощью роутер-ос. Ну, ко мне обратился клиент, ну, такой, не очень простой, но адекватный человек, умеет считать деньги, богатый. И сказал, вот я там строю дом, дом у меня небольшой, 1800 квадратных метров, три этажа. Я хочу, чтобы там был реализован VDS. То есть бесшовный роуминг. Я говорю, ну, хорошо, давай мы приедем и посмотрим, что там за дом. Да, действительно, большой дом, 1800 квадратов. Сложность в том, что в каждой комнате, на каждой стенке двойная облицовка из металлической решетки. Зачем он это сделал? Для меня загадка, но это было сделано. Эту решетку я видел сам. Стены были еще не заштукатурены. Взяли Proximity карту, взяли Kihau, взяли три точки доступа, построили диаграмму помещений, примерно прикинули, где, как разместить точки доступа, определили, какое оборудование будет ставить. В конечном итоге расставили оборудование, запитали их по PoE, чтобы не заморачиваться с отдельной схемой электропитания. Поставили 24-портовый switch-роутер. Отдельно поставили PoE-панель. Не стали использовать активное оборудование с PoE-out, потому что там есть свои сложности. Если вдруг какой-то порт выгорает, то минус один порт. Гораздо дешевле и правильнее просто взять хорошие PoE-панели, хорошие блоки питания, и, в общем-то, они не выгорят, с ними ничего не случится. Если панель вышла из строя, ее просто заменили, что делается очень быстро и дешево, и все продолжает дальше работать. Настроили капсман. Человек говорит, ну все, все работает, все хорошо, давай проверим. Ну давай, как будем проверять? Взяли планшет, он говорит, вот я там из интернета, знаю, где лежит 4К, запускаем, смотрим. Ну хорошо, хочешь так, давай так. Прошли, везде действительно все замечательно, все работает, нигде никаких затыков. Сразу говорю, провайдер, там была оптика, пришлось вопрос с провайдером решать, чтобы он дал на последней миле гигабитный апплинк, потому что вот микротик по SFP работает только на гигабите. Обычно провайдер дает 100 мегабит, типа, ребята, дальше берите, как хотите. Ну тогда ставить медиаконвертер, здесь-то он есть на схеме медиаконвертер, но там мы не использовали, это не один такой проект был, было несколько проектов, там, где пришлось ставить медиаконвертер, но просто потому, что они договорились с провайдером. Провайдер не захотел никак участвовать в этом вопросе решения. При этом человек сказал, что хочу еще, чтобы ты мне поставил какую-нибудь вызывную панель, чтобы из дома не ходить, кто пришел, зачем пришел, и я мог увидеть. Ну, подумали, решили поставить СИПовскую вызывную панель на ворота и срастили это все с видео планшетом, который отвечает внутри дом на каждом этаже, по планшету висит на стенке, можно взять его в руки, пойтись, всегда с собой иметь под рукой. И привязали еще к СИП-серверу, если дома никого нет, звонок приходит на мобильный номер. Он отвечает, он может запустить кого-то домой, может не запустить, скажет, что или дождитесь, или я с вами не буду разговаривать. Это работает, это здорово. Ну, пришлось поднять отдельно, конечно, сервер, который находится вне территории домовой, с которым ничего не случится, который обеспечивает СИП-телефонию и который пишет видео отдельно. Ну, все получилось в результате, все замечательно заработало. Ну, вот это вот продолжение предыдущего слайда, это уже его структура, где есть корпоративный ОС, ну, домашний уже нет территории на слайде, но есть продолжение. Есть уже продолжение облачного сервиса, то есть офисное помещение, офис клиента подключили к облачному сервису, и он там хранит свои данные, он работает с ним, и увидя, как произошла реализация на его домовой территории, он сказал, ну, давай такое же оборудование поставим и в офисе, и что-нибудь придумаем еще в ЦОДе. Я говорю, ну, в ЦОДе можно придумать виртуальную машину, поставить, а что, есть такая возможность? Да, есть. Сколько это будет стоить? 45 долларов. Хорошо, я согласен. Замечательно. В общем, реализовали эту часть проекта, и он получил из своего дома доступ в ЦОД, доступ при домовой территории к дому, то есть он получил доступ к системе умный дом через систему VPN-туннелей, и получил еще управление не только домом, но еще и частично в офисе управления получил, там он тоже реализовал систему умный дом. Следующий слайд, когда он сказал, что хорошо, теперь я хочу, у меня есть некие объекты, я хочу их обвязать в одно целое, чтобы я имел доступ ко всем объектам, чтобы работали мои сотрудники с ними, и чтобы это работало всегда 24 на 7, когда мы начинали, то у него вот эти объекты было около десятка всего, они были построены как локольное лодеркутное одеяло, где-то Теплинки, где-то Асуса, где-то Делинки, но естественно приходилось это все дело периодически выезжать на объекты или перегружать или менять оборудование, это доставало, очень сильно терялись деньги, силы, терялось время, говорю, ну давай сделаем на том же оборудовании, сколько это будет стоить, посчитает, он говорит, ну хорошо, давай попробуем пилотный проект, давай, запустили. Через линдерин говорит, так, все переводим, все работает замечательно, меня устраивает, я забыл об этих объектах, где поставили микротики. Все это дело, кстати, вот эта вот картинка, это еще дедут для винды, это еще тогда не интегрировали дедут с оборудованием, это виндовая картинка, она в общем-то до сих пор работает, хоть и версия старая, но она работает. Это реальная схема, вот здесь вот облачный сервис находится, вроде немного, на самом деле объектов гораздо больше, в мониторинг указали те объекты, которые критические, которые нуждаются в мониторинге. Если указали бы сети, наверное бы экрана даже двух или трех не хватило бы, здесь только бизнес критикал объекты. Что у него получилось на удаленной технологической площадке? Ну, человек занимается обеспечением физического доступа к придомовым территориям в Москве, Московской области, автомобильный доступ, физический доступ, шлагбаумы, там закрытые территории, видеонаблюдение. Ну, такая вот штука получилась. То есть, вот здесь вот есть шлагбаум, есть контроллер. Контроллер, сразу говорю, самодельный на то время. На базе Raspberry Pi собран. И за начало было Raspberry Pi версия 2. И там SIP клиент, там управление контроллером, там модуль для RFI меток. Я собрал в свое время прототип, показал, что все работает, он этот прототип принял и отдал дальше в разработку под свои хотелки. И это все работает и продолжает работать. Где-то даже старые версии стоят, которые не обновлялись, но они стоят, они работают. Человек, подъезжая к шлагбауму, либо брелоком, либо RFI меткой, эрхидовской меткой открывает шлагбаум, либо просто нажимает на кнопку, вызывает оператора, вызов приходит через SIP, отдается оператору, и оператор принимает решение, для чего нужен SIP. Приехать может не только какой-то гражданин на машине, приехать может быть спецслужба, скорая помощь, правоохранительные органы, им оператор обязан открыть, в любом случае. Если обратной связи не будет, ну будут неприятности просто. Ну и соответственно здесь находится офис, находится облако, где-то там дом, в котором живет сам владелец. Следующая тема, вы с этим же заказчиком, он звонит, говорит, слушай, Виталий, ну вот у меня есть тема, у меня большой клиент, порядка трех тысяч конечных клиентов, там несколько домов, дома находятся в центре Москвы, но мне там не дают положить никаких коммуникаций, ни оптику, ни эзернет, вообще ничего. Можно как-то обойти? Я говорю, ну замечательно, если беспроводная сеть тебя устроит, ну если ты возьмешь на себя ответственность, давай сделаем. Он говорит, я решу вопрос беспроводной сети. Действительно я решил, ему выдали разрешение, мы повесили несколько точек доступа в режиме моста, SST Lite использовали 5 гигигерцовые, но для экономии на трех точках доступа пришлось поднять лицензию на L4 уровень. Чем отличается лицензия L3 от L4, кто знает? Количество подключений. Правильно, количество подключений. То есть лицензия L3 позволяет подключить всего одну точку доступа L4, может работать в режиме access point, то есть принимать множество подключений. Но это позволило сэкономить количество узлов, минус 4 точки доступа. Все замечательно работает до сих пор. Хочу сказать, что район действительно непростой даже в плане радиоэфира. Это Кутузовский проспект, где стоят глушилки, где с этим очень сложно. Работает. Могу точно сказать, работает, работает хорошо. То есть скорость оплинка там порядка 120 мегабит получается. Что он получил в результате? То есть он получил сервер контроля доступа в облачной структуре. Эти данные старые, на самом деле, они выросли несколько раз. Ну вот, когда писалась презентация, было 2000 активных пользователей, 9000 событий. Это ежедневная, 48 удаленных точек доступа и обмен между контроллерами на предовой территории и непосредственно облачным сервисом, тоже самописный сервис, через IP-интерфейс 24 на 7 в режиме. Все это дело работало. 48, конечно, технологических объектов давало, по сути дела, 48 каналов связи, которые терминировались на облачной инфраструктуре. При этом качество видеонаблюдения должно идти HD. Почему HD? Потому что в более мелком разрешении нельзя нормально рассмотреть лицо, особенно если какая-то хмарь, туманно, все это плохо. Пробовали, использовали, в конце концов остановились на HD-качестве. Камера, передающая в HD-качестве, ожирает от трафика от 1 мегабита до 2,5 мегабита, в зависимости от вендора, от марки, от реализации. Грубо, 1,5 мегабита камера в среднем. Если на объекте стоит 15-20 камер, и есть такие объекты, соответственно, порядка 30 мегабит объект отдает. Как следствие, облачный сервис должен принять эти 15 мегабит ценного объекта. Когда ставили изначально в облаке микротик, тогда еще не было клоуд-хост роутера, было x86 реализация, ставили на Hyper-V, выяснилась такая штука, когда трафик до 50 мегабит принимается, все еще хорошо. А вот, слушай, 50 мегабит утилизация начинала расти очень нелинейно, очень быстро. И когда подходила к 68-70 мегабитам, утилизация процесса была 100%. Начали разбираться, выяснилось, что x86 не поддерживает тип интерфейса Synthetic. Она поддерживает только Legacy. А Microsoft говорит, что ребята, ну да, Legacy это старые форматы, у нас не все хорошо с Legacy интерфейсами, поэтому мы рекомендуем использовать Synthetic. Но вот когда эта ситуация возникла, только-только пошел клоуд-хост роутер, мы заменили на клоуд-хост роутер, прошло два обновления, все нормализовалось. Когда опять выросло до 80 мегабит, уже подобралось, ну, утилизация тоже выросла, но уже не так сильно. Сначала мы решили прикрутить еще один сетевой интерфейс, попробовать, но выяснилось, что даже если добавить туда еще одно ядро и памяти, это не решит проблему, из-за ограничения уже самого гипервизора. Пришлось поднимать еще один клоуд-хост роутер и туда заводить второй апплинг 100 мегабитный, и тогда, в общем-то, ситуацию разрулили. При этом у него есть еще приложение управления парковками в облаке, но все то же самое работает. И обмен, фискальный обмен, если человек пришел на парковку, заплатил, сразу данные попадают через систему автоматических платежей в 1С, и там это все происходит, учет, и из 1С отдается уже система управления въезда-выездом. При этом смс-уведомление и IP-телефония продолжает работать, она никуда не делась. Оно есть, это нормальный бизнес. Видеомониторинг. Когда начали разбираться, что хочет клиент, он говорит, я хочу, чтобы было красивое, что ты хочешь, чтобы было красивое, хотим, чтобы было видеостена. Выяснилось, что когда видеостена, это красиво, конечно, вроде все видно, но при этом все камеры гонят фулл трафик, и все плохо с каналами. Тогда пошли другим путем. Сделали превьюшку на каждую камеру, которая, в общем-то, гнала какой-то минимальный стрим, совсем маленький, но там превьюшка, совсем ничего. Когда оператор кликал на конкретную иконку конкретной камеры тогда, она разворачивалась там на полукране или на весь экран, в зависимости от того, какое решение принимал оператор. И стрим шел только с одной камеры, остальные вообще даже превьюшка не работала. Но превьюшка мог открыть другой оператор и работать с ним, с превьюшкой. Коллеги, меня хорошо слышно? Замечательно. Ну, при этом офисные приложения тоже никуда не делись. Ему нужно было внутреннее телефонение, ему нужно было доступ 1С, нужен был какой-то некий CRM-инструмент, это все тоже там находится, это все работает, одно другому не мешает. Ну и последнее, тоже не с ним, это есть компания, которая занимается системой лояльности, вот как раз продолжая тему предыдущего докладчика. Ну, не маркетингом занимается компания, а именно системой лояльности. Когда вы приходите в магазин, вы иногда берете с собой скидочную карту, накопительную карту, и вот этой картой занимаются эти компании, которые предоставляют систему лояльности. Крупные компании, Виктория, X5, Ритейл, Перекресток, еще кто-то, у них эти системы лояльности существуют. Естественно, они не сами этим занимаются, она дают на аутсоринге специализированным компаниям, и у них этот сервис должен предоставляться 24 на 7. Изначально у них этот сервис находился в офисе, и достаточно часто была потеря сервиса, они переехали в СОД на своем оборудовании. Ну, в общем, ситуация, конечно, изменилась, но не совсем хорошо. То есть падения стали реже, но они все равно были. Тогда они сказали, мы не хотим с этим заморачиваться, мы отдадим на откуп, на аутсорсинг облачному провайдеру со всеми вытекающими, мы будем заниматься только творчеством. Ну, хорошо. Облачный провайдер все это взял на себя. В какой-то момент выяснилось, что у этой компании есть конкуренты, которые хотят, чтобы те деньги, которые эта компания забирает у них, все-таки попадало обратно. И заказывали дедосы, заказывали внутренний сандинг этим компаниям. Ну, в общем-то, с дедосами-то у них получилось, с внутренним сандингом не очень, компания небольшая, но богатая. И провайдер облачно обратился ко мне, говорит, Виталий Петрович, а что мы можем сделать, чтобы у нашего уважаемого клиента не падал сервис? Ну, давайте сделаем сетевой кластер. А какой смысл в этом кластере, если у них все в одном суде? Нет, господа, у вас, насколько я знаю, оба цуда связаны с серой оптикой. Давайте сделаем классический в РП кластер, но географически разнесенный. Подумали, а почему нет? Есть две нитки независимой серой оптики. Там прекрасно ходит Л2, туда можно прекрасно запустить в РРП. Ну, давайте. Собрали кластер, две недели прогоняли на стресс-тестах, кластер собирали на хлоуд, хост-роутер. Там были какие-то нюансы, в общем-то, их решили. Они не относятся к микроэффициям, они относятся к внутренней сети провайдера, но это все решабельно оказалось. И кластер полгода замечательно существует и работает. Конечно, клиент остался доволен. То есть, периодически занимаемся только тем, что выходит новое обновление роутерос. Звоним клиенту, говорим, уважаемый клиент, тут вышло новое обновление, давайте согласуем время для того, чтобы обновить. Ну, давайте. На самом деле обновление занимает минут пять. Больше времени тратится на согласование и на контроль. Ну, вы сами обновляли, я думаю, не один раз. Вы прекрасно знаете, как это быстро делается. Слава Богу. И в конечном итоге этот кластер функционирует. Функционирует, работает. При этом расстояние между отсюда, ну, где-то порядка 25 километров. Все замечательно работает по оптике. В общем-то, я еще уже хочу не в рамках презентации сделать одно объявление. То есть, я вот спасибо нашему, моему партнеру, компания Блокотека. Это компания, одна из немногих, которая предоставляет хорошее качество обслуживания, хороший саппорт, но сейчас объявление не об этом. Я их очень долго подвигал сделать микротик как сервис. И они, в конце концов, согласились. И они почти выпустили эту версию в продакшн. Там осталось чуть-чуть допилить. Я думаю, что через месяц она будет доступна в личном кабинете у клиентов. То есть, там будет и аренда лицензии. Ну, все как положено. Человек может зайти будет и просто без заморочек через веб-интерфейс развернуть виртуальную машину. И стоит это будет недорого. Спасибо за внимание. Есть ли у кого-нибудь какие-то вопросы, просьбы, пожелания? Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, сильно проседает производительность, когда вот используете BGP, VRRP? Еще раз можно вопрос? Сильно проседает производительность, когда вы используете BGP и VRRP? Ну, роутера. В VRRP нет. Вообще не сильно. Ну, а что там в VRRP? В VRRP просто он смотрит наличие, отсутствие интерфейса, связи и все. Он просто переключился. И не более того. В VRRP это ни о чем. А BGP зависит от таблицы. Если вы хотите full, ну, господа, тогда вам нужна высокопроизводительная железка, по-честному. Ну, гигабит, наверное, то есть гигабайт и выше с оперативкой. Нет, в смысле гигабайт. В смысле по моей железке? Ну, там достаточно, на самом деле, где-то порядка 150 мегабайт, чтобы хранить основную таблицу и бэкап таблицы. Да, и бэкап таблицы. По-моему, кто-то говорил, что пол. Ну, 70 мегабайт таблица общая, full. Она есть. Вопрос ответный. Зачем? Ну, чтобы как бы обеспечить, как сказать, отказостойчивость, как раз по которому вы говорили? Ну, давайте вернемся к предыдущему слайду. Нет, вот это, да. Вот смотрите, здесь есть верхний уровень, это интернет, да, потом есть оборудование провайдера, где есть автономная система, где ходит BGP провайдера, то есть BGP отдает провайдер. А это настраивание провайдера? Конечный пользователь с этим не заморачивается. Конечному пользователю данный провайдер отдает только белые публичные адреса, говорит, ребята, вот ваши три адреса для того, чтобы вы могли поддерживать VRRP на своих сетевых интерфейсах. То есть две физики и один виртуальный белый адрес, который вы назначаете на VRRP интерфейс. Потом идет оптика, где уже крутится непосредственно VRRP. Оптика серая. Это не имеет никакого отношения к публичным сетям и за эту оптику, это зона ответственности у провайдера. Ну, конечно, пользователю, конечно, можно поднять свой BGP, но опять же, зачем? Это лишняя точка отказа, это раз. Во-вторых, это лишний геморрой в плане компетенции. Там вот сидят программеры, а не программят. Чтобы можно было переехать. Так и так переезжает. BGP занимается провайдер. Чтобы были просто эти отказащиеся IP-адреса. Этим занимается VRRP. То есть верхним уровнем BGP обеспечивает провайдер. Пользователь даже такого слова не знает, BGP. Он знает, что у него провайдер выдал три адреса. Как провайдер будет обеспечивать доступность этих адресов, это геморрой провайдера, который предоставляет SOT. Задача пользователя, в принципе, обеспечить отказоустойчивость подключения уже на уровне самого кластера. Там VRRP он не грузит вообще никак. Он просто смотрит по VRRP протоколу. Там VRRP ID есть, 2 есть, 3 есть. Если один пропал, этот интерфейс становится down, а тот, который был бэкапом, становится апом. Праймерия интерфейса. На этом все. Спасибо. Спасибо. Следующая презентация Денис Быстров. Спасибо. 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 Спасибо.